А пока все-таки сообщение действительно с фронта. Министерство обороны Украины официально объявило, что освобождено Работино в Запорожской области и войска, по словам Анны Малер, замминистра обороны, которая формирует нас об очередных, очередных, уже очередных победах на фронте, в ВСУ продвигаются юго-восточнее Работино в сторону Новопрокоповки и Очерева Толго. Таким образом, Работино освобождено официально, войска движутся в сторону, ну, фактически в сторону Токмака, и, как пишут, кстати, российские военкоры, в общем, у них паника по поводу того, что украинские войска скоро могут продвинуться уже до самого Токмака. Ночью мы, как всегда, по традиции уже обстреляли Москву, в результате были закрыты аэропорты в Москве, более 10 самолетов были перенаправлены в другие, то ли аэропорты, то ли другие города. Я вот подумал, когда я узнал, что эта программа Невзорова в действии, Невзоров предложил, что надо каждый день стрелять по Москве, чтобы аэропорты закрылись там навсегда. Вот вспомните, когда мы обстреляли аэродром Энгельс нашими беспилотниками и уничтожили там, повредили, как минимум серьезно повредили, стратегические бомбардировщики, то что сделали россияне? Перебросили свои самолеты стратегические куда-то в Мурманск, и теперь каждый раз, чтобы нас разбомбить, они сначала из Мурманска летят на Каспийское море, ну это так, четверть земного шара, шучу, конечно, преувеличиваю, летят на Каспийское море, там стреляют и обратно улетают в Мурманск, чтобы мы их не подбили на стоянке. Вот я считаю, надо сделать то же самое с пассажирской авиацией, то есть все аэродромы взять под контроль нашими беспилотниками, чтобы если человек из России хочет куда-то полететь, он должен в Владивосток приехать поездом или там автобусом или на велосипеде, и оттуда уже лететь. Хочешь вернуться в Россию, прилетай в Владивосток и дальше садись на автобус и уже едь в Москву, в Петербург, ну сколько там ехать? Неделя, максимум две. Не, максимум две-три недели. Реально, чтобы такой срок доставки в Россию был максимум две-три недели, чтобы хочет человек из России куда-то слетать, две-три недели в Владивосток, потом две-три недели обратно. Это будет честно, как у нас здесь. У нас, чтобы куда-нибудь слетать, ну если у тебя есть возможность вообще выехать из Украины, чтобы куда-нибудь слетать, это два-три дня до Польши, ну потому что не знаешь, сколько границы займет, и только потом лети. В России больше, поэтому два-три дня должно быть две-три недели. Это будет такой честный обмен. Но пока до этого нам еще далеко. Хотя мы продвигаемся и к этой цели. Вот сегодня ночью были задействованы новые беспилотники, которые называются Топ Ган. Проведена что-то типа операция специальная Топ Ган, когда силы обороны поразили вот этими беспилотниками Топ Ган объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота Российской Федерации. Все это происходило в Перевальном, в Крыму. Так что удары по Крыму продолжаются, причем с использованием уже принципиально новых беспилотников, разработанных в Украине. Украина, видимо, скоро станет действительно одним из лидеров Милитаритек, о чем и сказал в интервью президент Зеленский. Редактор субтитров А.Семкин